всем привет привет девчонки все заходите кто-нибудь напишите пожалуйста в чате что эфир начинается если вам только не сложно девчонки прям буду вам очень благодарна напишите пожалуйста в чате что эфир начался так получилось что мы задержались всем девочки большой привет 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 всем все вижу что пишите в чате все девочки всем большое спасибо так вышло что мы немножко задержались я всех очень рада видеть все давайте начнем потому что и так я ваше время отняла заболел у меня сыночек и поэтому пришлось вызвали врача еще утром и вот он пришел как раз без пяти два вот все вижу свою команду девчонки привет ну и понятное дело до что с ним с врачом я должна была сказать что происходит сыном заболел он горел ну все я его положила кроватку и я с вами вот так ну что девчоночки я начну потому что уже нас уже 60 человек не буду я время отнимать никого много я всех очень рада видеть я всем благодарна что вы пришли на прямой эфир что-то как-то не плоховато видно ну ладно так ну все девчонки я начинаю очень я давно ждала этого эфира хочу с вами поделиться очень классными крутыми фишками которые вам помогут в вашей работе ну для начала давайте познакомимся с вами да там одну секунду все слава богу что все позади так и так девочки давайте знакомиться с вами спасибо девчонки за пожелание здравления вот ну это жизнь и мы все ну не можем от этого застраховаться да чтобы не болели наши детки чтобы не болели мы поэтому любых в любых условиях любых в любой ситуации нужно стараться все равно не штурвал не отпускать вот итак девочки ну давайте кто меня не знает быстренько познакомимся меня зовут панферова она мне 28 лет я живу в городе орске оренбургской области чудесная область да многие знают что именно у нас в нашей области граничит европы и азии вот и в таком легендарном историческом месте я живу город у нас достаточно уже старый такой вот и собственно говоря родилась я в соседнем городе в городе новотроицке но живу здесь уже очень долго больше десяти лет работала я учителем начальных классов работала я в школе в самой обыкновенной школе после нее я ушла в гимназию работать так можно сказать по знакомству меня туда взяли вот и с этой гимназии я ушла в декрет с беременния ушла и уже не вернулась в проекте я нахожусь почти полтора года 3 сентября прошлого года я зарегистрировалась пришла я на рекламу меня никто не приглашал вернее меня до этого естественно раз 50 или 100 приглашали но я сама пришла на рекламу лежа вот на этой кровати листала историю инстаграм будучи такой знаете мамочкой в пред преддепрессивном состоянии да когда у тебя маленький ребенок когда у тебя куча посуды немытый когда ты ждешь уже когда придет муж до чтобы на него повесить этого ребенка от которого ты очень сильно уже устала и сама куда-нибудь уйти там хотя бы прогуляться вокруг дома вот такие у меня были будни вот так я жила и понимала что что не хватает уже финансово нам жить муж работает один платит мне копейки декретные шесть тысяч рублей мне платили но этого даже не хватало нам на квартиру заплатить за кварплату вот поэтому я все пути искала как только можно заработать пробовала все девчонки работа я не боюсь пробовала все но я понимала прекрасно что то работа которую я пробовала она не приносит нужных плодов то есть это были какие-то там перепечатывание текстов до ответа на анкетки то есть много чего пробовала и понимала что здесь действительно нужно сидеть сутками ни о каком карьерном росте нет речи да ты там напечатала текст тебе заплатили не напечатала не заплатили ну кстати мне так и не заплатили вот то есть это еще на кого попадешься поэтому я приняла решение искать что-то серьезное подумала про сетевой ничего против не имела если там есть деньги как я могу и что-то иметь против если это может мою жизнь изменить но хотя конечно когда в собеседовании услышала что это арифлейм внутри у меня вов так все погасло думаю ну опять ну потом потом такая да вообще чё я теряю и продолжила слушать голосовые и и света битракова еще раз есть спасибо большое за то что она все мои возражения отработала я была одним из таких насти самых капризных вот чеки искренны мы присылаем в чат да иногда девочки как ответить вот я была такая вот на все это все доблестно мне ответила на все вопросы вот я надеюсь меня видно то что мне кажется очень темно здесь уже ничего не было времени выстроить свет вот и и значит а я с этого момента для себя решила четко что я остаюсь здесь в проекте знаете что меня постоянно движет двигало вперед я такая оборачивалась и не хотела идти назад не хотела в ту жизнь в которой из которой я пришла сюда скажу как есть мне не стыдно об этом говорить было настолько тяжело что не было не было денег на еду вот то есть мы выбирали или под дешевые подгузники или нормальная смесь до для ребенка естественно про нас уже и речи не шло да ты тут выбираешь что поесть слава богу родители нам помогали овощами да у картошка макарошки то это вот все мы ели говядину покупали только сыну в общем все самое лучшее покупали только ему а нам уже на что хватало девочки ну это конечно не жизнь 27 человек лет человеку второму 28 я про мужа говорю да на тот момент и я прекрасно понимала да я же не дура я же не дура я два высших образования получила зачем чтобы потом вот так вот сидеть на эти декретные работу я свою конечно люблю это я считаю это мое призвание учительница и сейчас я полностью себя реализую здесь как учитель вот поэтому кто там написал выше да что там дети потеряли что-то нет девочки за то что приобретают их мамы до этих деток я в общем-то решила для себя что я остаюсь в этом проекте и надолго я сейчас вам такую фишку скажу да когда я только принимать такое решение я мой первый заказ был девочки на три балла самый первый потому что не было денег да я еще и пока не собрала заказ но мне уже хотелось быстрее из этого состояния в котором я была выйти чтобы уже хотя бы какая-то движуха началась вот и я пошла сделать заказ себе шампунь за на три балла пришла его в офис собирать знаете что я сказала я пришла такая в офис такая с пакетиком да деловая я вышла в свет можно сказать да в декрете кто меня поймет и я сказала вот этой женщине менеджеру кто там сидит и говорю я теперь с вами навсегда он так на меня посмотрела а я а я хотела прям заявить миру чтобы уж точно назад никакого пути что она говорит да но очень рада вам да давайте приходите и все и как я к нему каждый раз приходила уже за заказом с новым званием да пришла следующий раз три процента 6 процентов девять процентов там все спрашивали а можно вот ваши инструменты для работы а там знаете девочки вот еще женщины наверное которые работали еще оффлайн и они продолжают то есть там к ним люди приходили вот в этот офис о них собеседовали и вот они вот эти вот 10 минут когда я там находилась пока открывала коробочки да все это проверяла они не там все чуть ли не в очередь становились чтобы спросить как я в инстаграме отправляю сообщение и в общем это мне так было гордо то что вот у нас то вся информация таком доступном виде да что у нас очень сильная команда и как только узнавали что я в команде лена корсона не все таки вау как круто все ее знают девочки у нас ворске все ее знают абсолютно вот и поэтому я заявила эту эту миру я написала пост свой в инстаграме где-то в октябре уже да о том что все мне начинается новая жизнь какая новая жизнь я еще ничего не заработал вообще я только первый заказ на получила а я уже всему миру заявила что у меня начинается новая жизнь то что назад пути нет мне было страшно это писать но я понимала если сейчас этому миру скажу всему да сколько там 300 подписчиков было если я сейчас всем скажу об этом я сразу сказала жениным родителям у меня мужа зовут женя ему сказала сразу естественно да я сказала всем что я теперь здесь хотя я понимала головой что я еще пока ничего здесь не не добилась ничего не заработала но девочки вот если вы чувствуете что у вас какой-то тормоз внутри скажите это всем возьмите вот возьмите свою смелость мне раньше говорили а это только слабаки соглашаются вот и и и мол того страшно отказать да и они соглашаются к вам в проект идти а я подумала это это наоборот самые сильные люди соглашаются и вот эти самые сильные люди потом себе же и заявляют да и всему миру о том что я приняла это решение и меня уже назад да вы не заберете в найму в ту жизнь с которой я пришла если бы конечно не не вот это финансовое неблагополучие так скажем то я бы не знаю согласилась бы или нет но я пришла сюда за деньгами в первую очередь но приобрела конечно гораздо больше и недавно мне позвонил мой директор это было за четыре дня до закрытия звания директора мы закрыли девочки с командой звания директора в прошлом 16 каталоге вот и мне позвонил мой директор с моей наемной работы и сказал мне аня пожалуйста я гордил если надо я тебя буду на коленях просить пожалуйста будь заучим нашей школе ну заучи это ну достаточно хороший доход я хотела быть заучим раньше да но вы все понимаете какая это нагруженность кто хоть немножко работал в школе знает поэтому я отказала девочки я отказала и ну хотя я еще не была в звании директор да я сказал мужу он вообще-то ждал моего закрытия звания он сказал что и вот если закроешь звание то тогда мол того если у тебя будет вот стабильный доход каждый месяц тогда можешь уходить со школы но внутри то я решила еще тогда когда за шампунькой в офис поехала понимаете девчата решение было принято давно и поэтому когда он мне позвонил мне не было страшно меня вот ну я ему я сказала хорошо я подумаю один день чтобы ему сразу так вот не выпались да на следующий день я ему сама позвонил и сказала что я вообще ухожу со школы вот поэтому девочки я свободный человек я уже не работаю в школе вот мне осталось только вот по окончании декрета пойти написать заявление об увольнении поэтому решение было принято твердое и бесповоротное потому что как говорит мой спонсор света все начинается однажды принято в решении если только вы думаете что у вас есть где-то запасной аэродром запасной вариант не получится ничего не ждите не ждите никакого звания никак никакого дохода как можно работать зная что если вдруг у тебя не выйдет и пойдешь другое место нет примите для себя решение никакого другого места нет только здесь тогда у вас начнет все получаться вот со всей ответственностью отнеститесь к этой работе тогда вы увидите что у вас начинает все получаться понимаете девчата поэтому вот этот метод он настолько классно работает во первых заявить всему миру во вторых принять для себя решение что даже если у меня здесь ничего не будет получаться я буду стараться больше но я никуда отсюда не уйду за двумя зайцами нельзя погнаться понимаете девочки вот поэтому примите для себя это решение просто прийти вперед совет всем новичкам да всем старичкам кто находится на одном и том же звании уже давно год два три не растет просто продолжайте просто продолжать мне сюда об этом горит мой спонсора я очень злилась раньше и думала да ну как в смысле продолжайте девочки непростой был путь вообще у нашей команды вот я хотела об этом сказать немножко попозже но я уже скажу сейчас не было все радужно не было такого что я там да открыла директор восемь толков продержала закрыла девочки мы с 22 падали до 15 процентов я не скажу что это было падение это был низкий прыжок перед большим стартом мы очень сильно разбегались просто назад это случилось потому что немножечко усела группа да кому-то оказалось что-то неактуальным у кого-то огороды пошли и так далее много девочек прям в один день да в один в два я бы сказала даже за неделю да произошла такая усадка что вот девочки прям говорили ань извини но нет мотивация пропадала и больше здесь ничего я не скажу просто не было силы воли продолжать дальше а я думаю а я чё я разве уйду и когда меня сын будет да вот так вот дергать и говорить мам я так хочу торт на свой день рождения а я хочу красивую комнату со спортивным уголком а я хочу вместе с ребятами там куда-нибудь отправить в какой-то города мама я хочу на море мама мы полетим на самолете вот когда мне сынок так будет подходить я же ему не скажу сыночек представляешь маша дуся света и лена это они все виноваты они от меня ушли и я тоже решила что это не работает так что извини мой хороший иди там доешь что там на кухне ты не доел да и иди уроки садись делай вот так я девочки не хочу никто не вправе от вас забирать вашу мечту никто ни один человек на земле ни мама ни муж ни сын только вы сами должны принять для себя твердое решение если вас хоть немножечко уважают они ваши решения примут если не примут это не ваши проблемы это проблемы их и у меня не принимал муж и до ругачек дело доходило и потому что он видел что я постоянно в телефоне я постоянно работаю а миллиона дома нет да как говорится ты там ничего не заработаешь что ты там сидишь и смеялись очень сильно смеялись и друзья отворачивались и из друзей удаляли и клевету пускали по другим друзьям да ты вот с ней не связывайся она в секту попала а я все время вот этот вот прокручиваю в голове как меня сынок дергает да и просит меня свежих бананчиков ему купить девочки ну и почему он про бананы говорит потому что он мне постоянно их просил а я говорила что нет денег ну не было денег у меня откуда блин я хлеб пошла там хлеб даже масло мы не покупали тяжелое было время я благодарна богу за это время которое было вот надо было наверное именно так чтобы я поняла вообще своей головой что надо что-то делать а не сидеть ну и что где у меня эти дипломы я даже не знаю кстати где они все время это сопоставление нет сынок извини я тебя не куплю потому что мне вот один друг наш сказал что это все не работает слушайте тех у кого офигенно получается в этом бизнесе когда хотите сварить борщ спросите по совету у кого у дяди Васи из второго подъезда бомжа или спросите у классного кулинара конечно у кулинара классно потому что у него получилось я надеюсь что у меня слышно потому что Илюшка наверное уже заснул не громко говорю поэтому надо спрашивать совета у тех у кого получилось здесь ну смысл мне об этом вообще говорить с кем-то другим и как только в компании начинается эта тема ой Аня со мной только рядом не садись ты мне сейчас опять начнешь свой каталог предлагать а я знаете что им говорю да я тебя в жизни в свою команду не возьму конечно там все смеются и все и я сразу эту тему обрубаю я говорю вы в этом вопросе некомпетентны я с вами не буду об этом говорить потому что вы в ней ничего ровным счетом не понимаете тема закрыта когда жестко так начала отвечать девочки у нас в компаниях вот где я нахожусь да у нас вообще эта тема никогда не поднимается и со званиями с новыми и с премиями тоже меня никто из этих друзей не поздравляет и не надо меня поздравила моя мамочка и муж все мне больше не надо ничего я в первую очередь это делаю для себя да сама о ну новое звание отлично идем дальше новая ступень поэтому вообще тема на нет мой хороший я же сейчас опаздываю слушай вообще не могу сейчас говорить да или там начинает начинаем рекрутировать по теплому она тебе начинает мозги выносить да ты понимаешь что это не работает да куда ты там попала секта не секта а ты сразу что бабуль нет она под ванной тряпку просит наверное илюшки плохо стало вот и я такая говорю слушай вообще сейчас не могу убегаю мы с тобой на эту тему говорить не будем у тебя вообще сейчас и не надо про эту тему думать у тебя там дети у тебя там борщи и мы с тобой кофе попьем встретимся но про бизнес мы с тобой разговаривать не будем извини мне сейчас вообще некогда девочки пожалуйста берегите свое время уважайте себя тратьте его на нужных людей да не тратьте вы их на вот эти вот отрабатывания возражений людям которых которым это не надо ну не пришло его время ну не пришло кому придет вот как меня приперло вот тогда он вас начнет слушать методы рекрутинга девочки которые работают на ура пожалуйста я сейчас очень сильно хочу чтобы вы где-нибудь себе записали только одну фишечку остальные методы наверное вы и так знаете просто я вам о них напомню да какими я работаю но я стала работать по гивам таким классным методом что у меня вообще практически никто не говорит нет представляете я нащупала вот этот метод однажды когда у меня было хорошее настроение я его начала пробовать и вот у меня девчанки в команде кто в гивах участвует ну или не в гивах или просто в своих подписчиках подписчиков же можно и бесплатным методом себе да привлечь если хорошо ведешь страничку если хорошо если умеешь делать взаиморекламу возьмите какой-нибудь аккаунт где столько же подписок как и у вас и попросите давайте друг друга пререкламируем отменяемся подписчиками вы меня в сторис пререкламируете я вас там какой-нибудь букеты игрушки своими руками да что-нибудь такое и с удовольствием люди соглашаются кто от бесплатной рекламы откажется он вас пререкламирует вы его или вы например просите своих друзей кто вам отказал слушай друзей или друзей друзей да просите выставить макет в сторис да моя знакомая ищу двух людей на удаленку пишите ей директ вот и за счет этого подписываются люди и вот как классно легко обработать подписчиков девчонки вот запомните пожалуйста вот сейчас гивы это платный метод платный метод я начала работать только когда вышла на старшего менеджера до этого у меня просто физически этого не могла сделать это когда ты плачешь денежку на тебя подписываются люди вот ну я примерно участвую всего в гивах небольших по 500 человек максимум чтобы успеть всех отработать так вот девочки не важно пришел этот человек с гива или просто на вас подписался или добавился вам страничку вконтакте не важно сам добавился вот пришел человек к вам на страничку вот слушайте внимательно какой диалог работает на ура если вы ему напишите здравствуйте и начнется этот шаблон да вот эту вот простыню я работаю в крутом международном проекте у меня там все он даже дочитывать не будет опять спам девочки спамом люди сыты не работает уже спам наверное давно у нас девочки никто по нему в команде не работает я прям запрещаю всем как только вижу первое сообщение спам все я теперь понимаю почему у тебя не работает поэтому запишите себе тот диалог который работает всегда вот вы человеку пишите первое добрый день Анна меня зовут Анна ну или там Ольга неважно да я вот с подписчиками своими знакомлюсь кстати можно даже нечаянно там ошибочку в слове сделала что типа вы это писали все своими руками я вот с подписчиками знакомлюсь скажите а вы ко мне с конкурса пришли или а вы в конкурсе участвуете да потому что кто приходит с гива они как правило участвуют в конкурсе если эти люди пришли не с гива а просто подписались на страничку вы же должны знать да то напишите да я вот знакомлюсь со своими подписчиками а вы откуда человек вам отвечает я оттуда то там из твери да или напишет да я участвую в розыгрыше и вы ему желаете я вам желаю победы а вы откуда то есть второй вопрос откуда человек отвечает я из твери из краснодара с красноярска не важно да там кстати тут же рассказывает что он с азербайджан соответственно я сразу с ним прощаюсь говорю мне будет очень приятно давайте будем с вами дружить если это россия продолжаем дальше он уже нам подходит да теоретически это женщина понятное дело это вы сразу видите женщина россия уже хорошо и вы ему дальше пишите ой а я ой слышала про краснодар да слышал у меня там друг живет но только не врите правильно говорить как есть зачем обманывать да у меня там друг живет слушайте а я вот из оренбургской области слышали что нибудь про оренбургский пуховый платок ну кто про него не слышал все слышали и они все пишут да слышал конечно в основном все пишут что слышали да или нет не слышал дальше ориентируетесь как отвечать и вы говорите ему да это вот у нас такие платочки представляете через кольцо может весь платок пройти вы в таком месте я классным живу а вы работаете ли в декрете человек отвечает работаю ли в декрете да я вам кстати девочки этот план прямо в чат скину вот это сам план диалога и вот он пишет да я работаю здорово а где работаете кем девчонки хорошо глядят на эти вопросы один раз только мне написала женщина что с допросом и то она перешла на ватсап потом а так люди спокойно реагируют вы же с ним по-человечески начали разговаривать вы ему удачи в конкурсе пожелали да вы у него просто расспрашиваете да с улыбками со смайликами все как как подобает а где-то еще голосом спросили если руки у меня заняты например я Илюшу купаю еще что-то да я голосом говорю ой здорово я из оренбургской области слышали что-нибудь про оренбургский пуховый платок если у вас нет достопримечательности ну что-нибудь придумайте да про вашу местность да у всех есть такие достопримечательности в каждой местности вот ну или можете просто сказать я из краснодара слышали про краснодар все вот и все и человек говорит я работаю или я в декрете да если работает я спрашиваю где работает если в декрете я спрашиваю о здорово я тоже а у вас сынок или дочка вот так никаких навязчивых вопросов обычный диалог да знакомство я же написала изначально что я знакомлю с подписчиками вот и тогда человек мне отвечает там у меня вот сыночек там три годика ему ой здорово у меня два года и я дальше даю свое шаблонное сообщение копирую и вставляю знаете какое вот слушайте а я четыре года проработала в школе работала учителем начальных классов я вам скину это сообщение девчонки под себя переделаете и ну вот вы наверное же знаете да сколько платят учителям поэтому со школы я ушла и теперь дома работаю вот у меня сыночек тут рядом работаю дома с телефона вообще все прекрасно скажите а вам вот сейчас было было интересно вообще дополнительно денежки получить тем более вот сейчас этой пандемии да непонятная какая-то нестабильность просто своими словами вот так написала я вам скину в чат тоже это сообщение и люди практически всегда пишут да интересно расскажите и дальше я только голосом перевожу на ватсап голосом переходит очень много людей я прямо так им и говорю у меня вся информация в готовом виде находится на ватсап я вам сейчас ниже напишу свой номер телефона любое сообщение там отправьте я вас увижу или пройдите по ссылочке в шапке профиля тоже сразу попадете ко мне на ватсап заученное сообщение я могу что-то сделать смотреть фильм что-то там мешать что-нибудь в кастрюле и вот эта фраза у меня уже заученная я ее наверное уже во сне могу сказать столько раз я ее уже говорила да и все и человек пишет на ватсап ну бывает конечно что не переходит там боится или еще что-то но это уже как бы его проблемы он этот шанс не уловил в своей жизни вот поэтому вот этот метод он мой сейчас самый любимый работать с подписчиками тем кто подписался на меня какими еще методами мы работаем в своей команде девочки конечно же чата на троих излюбленный метод когда только новичок активируется заказом приходит к нам в командный чат я сразу ему даю свои личные голосовые сообщения сначала про чаты на троих то есть я прям прям все уже я просто одной девочке наговорила а потом начинаю все это пересылаю каждому новичку сначала даю видео Любы вот это вот первое ее видео потом вот это второе видео где она уже постриглась да изменила внешность и потом блок своих голосовых потом первое сообщение которым можно работать и потом видео звонок ну вот это вот видео двухминутное да звонок подруги на две минуты все и говорю так вот сейчас прослушай там буквально прям минут 10-15 как прослушаешь мне напиши никаких действий не предпринимай человек мне пишет все Аня я прослушала и дальше я говорю ну все моя хорошая с Богом сейчас у тебя будет первая регистрация настраивайте всегда на это новичков да не так что получится не получится получится ну куда деваться да ты пришла за деньгами вот и давай-ка мы с тобой вот сегодня я тебя жду минимум три чата вот таких на троих минимум я их называю собеседование да ну это собеседование то есть ко мне человек приводит своего новичка будущего да на собеседование и все и в чате на троих этот новичок нас знакомит например Аня познакомься это Маша моя одноклассница Маша познакомься это Аня я тебе про нее рассказывала и все и я даю знакомлюсь своим шаблонным сообщением да просто меня зовут Анна мне 28 лет я живу в городе Урске Оренбургской области у меня есть сыночек два года работал раньше в школе сейчас работаю полностью в проекте и все и я детям детям и я задатки учительницы еще не прошли и я этим людям кто ко мне приходит да им потом отсылаю сразу же голосовое сообщение наши два голосовых о сути работы потом он пишет да мне понравилось или не понравилось да если не понравилось естественно отрабатывая возражения если понравилось даю ему вторую часть голосовых про заказ и только потом мы с ним идем регистрироваться ну и дальше по включению все как вот Лена нам рассказывала в крайнем включении ничего нового я не делаю дальше следующий метод вот я вам уже два метода рассказала гивы или работать с подписчиками не важно откуда они к вам пришли ну девчонки ну сядьте вы посмотрите с кем вы можете взаиморекламу сделать но только прежде чем ее делать прочешите свою страничку чтобы она была красивенькая аккуратненькая с хорошей фотографией с хорошей шапкой профиля чтобы ссылочка у вас была активная да проверьте ее чтобы подписчиков там было не шесть допустим да хотя бы шестьсот все знают как подписчиков накручивать да чтобы они были у меня голос такой что у меня очень сильно горло болит кажется у меня еще и температура вот и поэтому вот эти два метода классные чат на троих гивы дальше друзья друзей идеальный метод работает всегда на ура только в том случае если вы сами себе это разрешите вот сели вы за компьютер вот так вот смотрите на экран и начинаете печатать 20 сообщений можно вконтакте отправлять сутки я больше не отправляю и всегда выстреливает почему потому что я села с хорошим настроением я села с глубокой с глубоким убеждением что здесь реально есть деньги вот сейчас на данном этапе мне еще легче потому что у меня уже есть деньги потому что у меня есть уже чеки которые я могу показать свой ежекаталожный доход могу показать эту премию сейчас про нее отдельно расскажу про эту премию девочки вообще это вообще жизнь на до и после разделилась сейчас расскажу вот и вот с этим убеждением как вот Люба да говорит да как она может мне отказать да если я сделала макияж я вот эту кофточку девочки себе купила чтобы это моя домашняя кофта я в ней хожу дома и как я могу вот вся такая да думать что мне сейчас кто-то откажет но откажет и откажет но это ее проблема но только не мои вот вот когда вы садитесь с хорошей головой у вас из этих 20 у вас рега будет ну вот по любому как только садитесь и сами внутри допускайте себе мысль что что-то не сработает что это не работает что сейчас люди опять тебе все откажут а не откажут и ты будешь права они реально сейчас возьмут и все откажут только если вы разрешите себе в голове вот как вам это передать ощущение вспомните все то что вам дала рефлейм вспомните возьмите огляните глазами все свои подарки которые вам подарила компания вспомните сколько вы уже денег получили вместе с объемной скидкой девочки это тоже деньги я имею ввиду которые вам списывается каждый заказ некоторые почему-то их не считают но извините меня если там вам по четыре тысячи по тысяче да новичкам дает компания наличные покупки ты можешь их хоть деньгами вывести да собрав заказ с клиентов или можешь ими купить что-то на них себе бесплатно это разве не деньги да у меня когда первые семьсот восемьдесят рублей были это мой был первый доход да я от счастья прыгала да я всем начала звонить я маме начала звонить ну правда мне вот так вот кроме мамы конечно так вот все показывали они семьсот рублей ты чё я говорю да и представляете я дома сидела а я их заработала представляете я вообще ничего не делала я дома сидела они мне вот они семьсот восемьдесят рублей личные ну конечно я что-то себе по-моему на них взяла но сам факт как можно быть неуверенной в этой компании возьмите канал я вам его тоже сброшу пятьдесят фактов гордости Арифлейм посмотрите его сами как можно вот с этими фактами гордости садиться за рекрутинг и думать что сейчас тебе кто-то откажет ну неужели это не их проблемы девочки да это их проблемы ну никак не твои если он откажет просто не пришло его время ему не надо сейчас у него все хорошо ему есть что есть что одевать в отличие от например меня когда я пришла в эту компанию поэтому девочки с хорошим настроем включите себе музыку поднимите себе самооценку вот у меня самооценка была всю жизнь было очень плохо я вообще себя не любила как вот это слово назвать чморила говорю как есть вообще я себя вообще не любила я все себе последнее отдавала да что вот там достанется я вообще себе девочки не любила я начала себя любить только в этом проекте а потом когда увидите изменения ваших домашних вот тогда все совсем уже по другому становится поэтому только с хорошей самооценкой садитесь вы босс сядьте вы на свое самое красивое кресло вот она моя гордость мое единственное кресло мне его муж как на день рождения подарил я в нем как босс выгляжу я такая сижу и думаю так вот сейчас кому-то повезет кому я напишу и все и вы им пишете 20 сообщений по друзьям друзей я вас нашла в друзьях у того-то того-то можно вам задать вопрос никаких шаблонов и как только человек отвечает да или там например я вас нашла в друзьях у своего мастера по маникюру а вы тоже у нее делаете маникюр да как только да услышали все следующее а я предприниматель я развиваю бизнес в городах России и за рубежом поэтому я вам с удовольствием хочу предложить тоже дополнительный доход чтобы вы не выходили из дома можно даже написать так я знаю что вам по-любому сегодня штук 15 таких сообщений пришло но я не могу за них ничего говорить и отвечать я вам рассказываю про проверенную схему которая работает без вложений и все и вот только тогда уже человек чувствует вас да или возьмите голосом наговорить но это опять же если есть хорошее настроение если настроение плохое девочки извините ничего можете не ждать от ваших людей ну как можно с плохим настроением нет вот девочки ну научите себя настраивать у меня даже есть плейлист специальный для хорошего настроения чтобы знаете я иногда вот меня клиент ждет например говорит Ань а вы нам скоро заказ принесете а то мы уже с работы уходим а как я ей объясню что я сейчас очень сильно надо мне срочно потанцевать под эту песню и я стою в коридоре танцую включая себя в наушниках и если я ловлю это хорошее настроение девочки я обязательно его в себе развиваю и знаете что только вы сами вправе распоряжаться своим настроением вот вы утром встаете и никто никто не может вам сказать сегодня у тебя будет плохой день только вы сами вот если вот девочки сегодняшний день я встала у меня горло болит я говорить не могу я знаю что сегодня эфир у меня извините меня полоскает ребенка да я жду врача и вот что здесь можно здесь можно было вот так вот лечь и лежать а это когда мы так стоп от чего мне хорошее настроение от кофе сделала себе кофе крепкий со сгущенкой по моим щекам наверное видно да как я люблю поесть сделала себе омлетик вкусный так думаю так все включила музыку пошла накрасилась одела сережки свои праздничные и сама себе сделала настроение и думаете я после этого эфира не пойду рекортировать да сейчас а вдруг ко мне сегодня будущий бриллиант придет а я как говорится не гляжи знаете что именно сегодня к вам может прийти ваш ключевой партнер да вот вспомните сейчас свою структуру все так окиньте глазами вспомните вот в ваших самых активчиках таких они к вам что пришли заранее заведомо да сказать знаешь к тебе сегодня ключевой придет будь готова нет они к вам пришли просто так а потом уже стали ключевыми вашими ну вы же не помните этот день когда они пришли это же было вообще все спонтанно вы же не знали что это за человек вообще не ожидаешь Света моя мой спонсор Света Батракова я пришла я ее во-первых помутызгала по этим возражениям она меня отработала я бы давно уже честно послала бы вот такую я заказ свой сделала активационно на 3 балла что мы обычно думаем при таких новичков на 3 балла что сидела в этом чате обучения да а я стала ее ключевым партнером так что девочки имейте ввиду что каждый день вам может прийти и ключевой партнер и вы должны его встретить как как никого каждого новичка объять его любовью вот так что девочки настроение себе сами создавайте вот уже три метода гивы чаты на троих друзья друзей доска объявлений круто работает я сама всегда работаю доской объявлений это самый легкий метод когда можно просто сесть и отработать но единственное что по доске объявлений очень часто они платные там 50 или 20 рублей но я отдаю эти деньги потому что иногда выстреливают очень классные люди прям идут я вам про этот метод тоже скину видео как я работаю не буду сейчас на этом заострять внимание вот поэтому про этот метод тоже макетами мы работаем вот просто по доскам объявлений раскладываем свое объявление размещаем но единственное что вот минус что в основном они все платные вот ну и конечно теплые девочки особенно если вы в компании уже больше трех месяцев или еще лучше больше полугода и возвращаетесь к своему теплому возвращайтесь девочки это так круто работает у меня сейчас команда начинает наполняться людьми которые мне отказывали год назад почему отказывали я что разве на них в обиде за это да ах ты мне отказал ну все если вообще больше не дружу наоборот значит тогда не надо было человеку ну не было у них у него таких обстоятельств семейных чтобы ему нужны нужны были деньги ну не надо ему было ну блин ну все взрослые люди ну как мы можем вообще обижаться на отказы но он отказал ну потому что ему не надо вы разве не отказывали никогда вот позови вас сейчас парашюта прыгнуть ну я не хочу ну если не хочу если мне это сейчас не надо что как можно обижаться на это не надо вообще на них обижаться если вы сидите и хоть немножко у вас мысль такая почему он мне отказал все вы уже не туда идете девочки поворачивайте срочно идите дальше не зацикливайтесь не думайте вот вы еще будете думать почему он отказал да ну какая разница ну всякие бывают в жизни обстоятельства ну не надо ему сейчас это наша задача как пчелок переопылить всех наших знакомых девочки всех соседей всех кто вокруг живет чуть ли даже не вот в этих магазинах близлежащих все чтобы все знакомые знали что если вдруг не дай бог в жизни будет какая-то ситуация как вот была у меня да да когда нужно были срочно деньги или просто надо дополнительно поработать или с работы сократили или премию не дали или еще что то они все будут знать что к вам надо обратиться да им каждый день пишут по пятьдесят сообщений ну по десять точно каждый день девочки ну весь эрифлейм работает ну вы че у нас возрождение россии каждый день им пишут не только с эрифлеймом но разных других компаний и они будут в голове думать так Аня Панферова она же мне предлагала так я лучше к ней пойду она же не она меня знает она знакомая точно мне не расскажет туфту какую-то раз таки набрали меня ооо она еще оттуда не ушла значит точно работает представляете если вы позовете всех свой круг знакомых а сами улепетываете да через три месяца у меня не получается у меня заказ не получается собирать у меня там уже было аж целых три отказа из восьми людей которых я позвала это вообще этот бизнес вообще не работает конечно не работает если ты так думаешь конечно просто продолжай и представляете как вы будете опущены в глазах ваших знакомых когда у знакомого выстрелит мне нужны деньги Аня Панферова сейчас я к ней пойду напишу она уже давно этим занимается что за человек меня так звала сама уже все бросила уважайте себя девочки уважайте да знаете иногда так думаешь вот так вот что-то все вот прям надоедает бывает да там вот ну не хочу не сторис снимать ничего не хочу вот прям все задолбало да вот ну особенно раз в месяц бывает у девочек такая катавасия а потом так думаешь так ну вообще-то я как бы на аудиторию сказал что я здесь деньги зарабатываю да что я в нашем проекте а кто я теперь буду балаболка да после этих слов что обо мне теперь вот я так людей да я их так звала я рассказывала об этих возможностях крутых я чеки показывала сейчас что да поэтому если вы вот чем инстаграм еще хорош вот личный бренд это еще один метод да рекрутинга личный бренд вот чем хорошо развивать свою страничку на тем что люди через год придут они увидят что вы до сих пор там и раз вы уже целый год здесь значит здесь реально есть что делать значит здесь реально что-то работает представляете поэтому девочки пожалуйста не не недооценивайте это не бойтесь некоторые говорят не рассказывая о своем счастье да там что спугнешь да бред это все наоборот надо делиться этим как еще люди узнают что здесь действительно есть деньги ну конечно это не... не показывает там отчеты да по каждой Taxfone копки или еще что-то ну кому не нравятся не надо но ничего плохого в этом нет пусть как можно больше людей узнать сколько вы зарабатываете пусть как можно больше людей узнает какие здесь есть крутые возможности и все и они будут знать что в случае чего они придут именно к вам пусть седьмого раза но они придут именно к вам потому что вы уже год в проекте потому что в асс μα Strateg'te да во седа не уходите Потому что у вас какой-никакой есть уже авторитет среди своих друзей или знакомых Девчонки, если вам больше 20, у вас уже точно есть какой-то авторитет перед своими знакомыми Поэтому вот этот метод тоже мне очень нравится Личный блог и теплый Вот, девочки, 6 методов ГИВы Чата на троих Друзья друзей Крутейший метод Никогда не закончится он 78 миллионов женщин у нас живет в России И все ваши А, кстати, кто боялся, знаете что? У меня телефон стоит просто на столе, облокотен на стенку Кто думает, что уже все в Арифлейм? Хотите, цифру скажу вам 0,1% людей зарегистрированы в Арифлейм В России Наша страна, Россия Это одна из тех стран, в которых Арифлейм еще практически Только начинает возрождаться Вот последний год-два Есть множество стран, где уже 10% людей зарегистрированы По-моему, то ли Индонезия, то ли Индия Не буду врать Но я такие цифры знаю Поэтому, девочки, представьте Одна десятая населения Как бы не одна сотая Вот надо этот момент уточнить Но все равно очень мало, представляете? Да, одна сотая, девочки 0,01% людей зарегистрированы в Арифлейм И вот недавно перепиской делилась одна девочка и говорит Да и у меня, например, нет ни одного знакомого, кто бы хорошо зарабатывал в Арифлейм Но у меня есть знакомая Она работает там-то, там-то И очень хорошо получает И я с ней полностью согласна Вот видите, девочки, вот это вот мнение других Вот где оно должно быть? Знаете, видели такую картинку? Что надо сделать с мнением других? Вот поставьте себе на главный экран эту картинку И просматривайте иногда Есть мнение, девочки, есть факты Чему надо верить? Фактам 78 миллионов женщин, 78 миллионов мнений Так если всем верить эта сумма Можно сойти и в дурку лечь А вот если фактам верить Факт он один, он неопровержим Вот, поэтому Теперь быстренько про рекрутинг рассказала Девочки, я все материалы сброшу там в чат В чат активы, хорошо? Дальше, если вдруг у вас сейчас происходит тот момент Что вы стоите на месте Вас ничего не мотивирует Вот еще раз Прям акцент делал на том Оглянитесь вокруг Вспомните про все, что вам дал Арифлейм Сколько бы вы денег не сэкономили Если бы вы не были здесь У меня есть очень классный ключевой партнер Алена Посадского Вот она переехала недавно в новую квартиру И она говорит Ань, а ведь здесь есть большая доля Арифлейм Денег, да? Потому что она там сделала ремонт очень хороший Купила новую мебель И она посчитала, да? За год она сэкономила очень много денег Которые могла бы потратить На средства личной гигиены На косметику Это ведь все деньги И вот часть этих денег, да? Да, она, допустим, еще не открыла карточку Но ее это уже мотивирует И ее, и ее команду И мотивацию найти очень легко И она только внутри вас Никакой вебинар Никакое видео из Ютуба двухминутное Вас не смотивирует Кроме вас Оглянитесь вокруг Вас должно все мотивировать Вот у меня здесь, смотрите, есть балкон Балконная дверь Вот, видите, девочки? Она была полностью разбита Скотчем заклеена Ну, просто так получилось В процессе прошлого ремонта Мы ее надели И вы знаете, каждый день заходишь в эту комнату Лучи солнца Через этот скотч Как вот у бомжей Бывает? И вот как это может не мотивировать? Да все мотивирует Заходишь на кухню, там окна страшные Мотивирует Мажешь себе бутерброд А думаешь, а могла бы с икрой Мотивирует Но это только даже финансовые Смотришь на сына Он весь целиком С головы до пяточек Мотивирует, девочки Поэтому Мотивировать должно вас все И просто прите Просто продолжайте дальше У меня были такие слезы счастья Когда мы с 15% поднялись на 22% Я обновляла приложение Обновляла Я Свету говорю Света, обнови приложение Я что-то не пойму 3,5 тысячи прироста за каталог Я говорю У меня, наверное, глючит Она говорит Нет, все так Понимаете? Я захожу в приложение Плюс тысяча Плюс тысяча Плюс тысяча И думаю Да с какого Вот как так получилось? Начали потихонечку возвращаться люди Начал откликаться теплый круг Все начало идти в вашу сторону Прорвало Если ты сейчас находишься На 9%, на 6%, на 12%, на 18% Уже целый год Не можешь сдвинуться с места Просто продолжай Прорвет Вот есть такой прям стикер у нас в Телеграме Когда долбит мужик Клад ищет, да? Ему остался миллиметр Вот прям один раз Удар Все, на него вот этот весь клад посыпется Да, вот эти бриллиантики А он такой Все Не могу И пошел дальше Повернул Представляете? Господи Как же мне страшно Если бы я тогда Когда мы очень сильно просели А у меня была на кону премия В 50 тысяч рублей У меня начались проблемы Со здоровьем у папы Когда им срочно нужны были деньги Я так обижалась на все Что происходит вокруг Я думала Ну почему? Вот мне сейчас они нужны Почему я эту премию не могу получить? Мы просели А мне последний каталог остался Я звонила Асму Плакала ей в трубку Я звонила Свете Дай бог ей здоровья Как она меня терпела Я всем жаловалась Жаловалась Потом такая Стоп И у меня даже были мысли Что надо сворачивать эту лавочку Потому что ничего не работает У меня я была просто обиженная на жизнь И потом, девочки Какая же я была молодец Что я этого не сделала И следующий каталог Буквально каталог 2 И мы делаем обратно Скачок Вот этот верх Причем уже такой стабильный скачок Что у нас уже за один каталог За одну неделю этого каталога Уже полностью 7500 готовы У нас никогда такого не было Мы всегда там как-то дотягивали Дотягивали Вот, девочки Прорвало Стукнуло последний раз Вот оно все посыпалось Понимаете? Мы не можем знать день Мы не можем знать час Когда у вас прорвет вот это Но это накопительный эффект Ни одна вот так вот На компьютер нажатая кнопочка Не пройдет зря Ни один отказ Ни один человек Который пришел к вам в команду И ушел Это все вас закаляет Как вам объяснить девочки Даже если пришел новичок А потом узнал, что надо делать заказ И ушел Например, да? Благодарите его Во-первых, за то, что он ушел сейчас А не потом там Будучи менеджером, да? И всегда радуюсь Если уходит вовремя Что не потратил свое время драгоценное И благодарите за то, что он вам дал Еще один опыт в копилку Ничего не бывает просто так Значит, Бог вам этого человека Специально привел Думал, что он родился на свет Ради этого Чтобы вам помочь Что-нибудь понять И как только этот человек ушел Ты не обижайся на него Ах ты такая Собака Ушел от меня Поблагодарите этот момент Потому что он вас сделал Еще чуть-чуть опытнее Чуть-чуть умнее Он вас закалил И у вас уже сильнее Вот этот маховик раскручивается Да? У вас уже сильнее получается Вот этим вот Инструментом Как это называется? Добить, да? Вот искать этот клад Он вас просто сильнее сделал Он вам таблеточку дал Еще одну, да? Для силы Всех благодарите Кто вам на пути встречается Ни одного нет Случайного человека Ни одного Ни одного Случайно отправленного сообщения Ни одного Отработанного возражения Ни одного чата на троих Ни одного лайка Там ни одного подписчика Это все Только вокруг вашего бизнеса Это все только вам на благо Делается Эти все люди нужны И отказы нужны Но ни в коем случае Не думайте Вот у меня сейчас еще один чат на троих Но не думайте ни в коем случае Что вы В чем-то здесь виноваты И ни в коем случае Не размышляйте Почему он ушел Отказался Ушел из чата Значит ему было так надо У него такая жизнь Но это не ваша жизнь И он не вправе Вашу жизнь решать Только ты за своей жизнью Должна отследить Легко отпускайте людей Девчонки Я плакала Когда вот от меня начали Уходить один за другим Я так рыдала в подушку Думаю Да я столько времени потратила На этих людей Да Они сейчас взяли и ушли И у меня всегда Вот эта картина в голове А что я скажу маме Да Извините Дорогие родители Да Я бы очень вас хотела В санаторий В какой-нибудь хороший свозить Но от меня фроська ушла И у меня нет больше Мотивации работать Да Представляете Какую гордость За вас Ваши родители испытывают Ваши близкие Когда у вас уже начнет получаться Муж в меня поверил Наконец-то Поэтому девочки Это все работает И знаете Когда я получила Вот эту премию Свою первую Большую премию Я ее потратила На посудомоечную машину Которую посуду У меня отнимало Очень много времени Моего бизнеса И каждый день Подходя к этой Огромной раковине Как я ненавижу это делать Подходила И думала Да я сейчас за эти 40 минут Могла бы столько людей Прикласить И думаю Так, все Я прямо сейчас домой И пойду Зарекрутирую кого-нибудь Да Чтобы он в мою команду пришел Чтобы он тоже научился Зарабатывать И Все начало получаться Получается только у того Кто продолжает Никакого секрета нет Таблетки, секреты, книжки Вебинарчик Ведюшки Нету Не ищите Ни у других спонсоров Ни у других лидеров Ни у кого Не ищите Никакого секрета Он один Просто продолжай Ну естественно Если ты там раз в неделю Прикрутируешь Через неделю еще раз То можно не стараться Но если ты делаешь каждый день Но отдачи не видишь Наоборот в минус Мы в ноль шли Сколько пришло Столько ушло Сколько пришло Столько ушло Каталогов 5 у нас так было В ноль Просто в ноль Один к один баллам Сколько прироста Столько отпада Столько прироста Столько отпада И вот все 5 каталогов Я сидела И думала Так Наверное все Моя карьера закончилась Потом такая Думаю так Стоп Ну ведь было так У каких-нибудь топовых лидеров Да и там целые ветки распадались А я что Вот чем я хуже Я продолжила И вот они потом потихоньку Начали кто-то возвращаться Да Кто-то Начали приходить Лидеры Сильные У нас сейчас такие девочки Приходят в команду Девочки Не представляете Еще мы сейчас Запустили курс по ЛТО Курс по рекрутингу Вообще Курс по ЛТО У нас ведет Алена Посадского От нее девочки С такими заказами уходят Там по 300 баллов Вообще Новички Как она к каждому подходит Вот Девочки Я всем желаю Таких партнеров Как моя команда Это самые лучшие партнеры Вот которые есть у меня Я настолько благодарна Своей команде И вот когда они мне пришли С цветами Поздравлять за закрытие звания Ко мне домой Представляете Это было такое счастье Я не могла долго отойти Видите что они мне подарили Я вот уже на следующей неделе Постараюсь его использовать Это сертификат в СПА салон Девочки Я никогда не была в СПА салоне В жизни Я так им благодарна Это то что мне так было надо Мне надо было отдохнуть Вот телом Понимаете Я Ой девочки Я вам просто всем желаю Такую команду как у меня Такую сильную Целеустремленную Такие девочки красивые Ой Это просто Вот каждого Знаете Хочется обнять Каждого Вот И когда вы к людям Начнете относиться Не как способ добывания денег Да Так Надо 50 человек в структуре Тогда я буду директором Нет Вам надо 50 человек в структуре И тогда 50 человек Научатся зарабатывать Вот когда у вас начнет Немножко меняться жизнь Первые деньги получите Подарок какой-нибудь Премию Да Там звание откроете Закроете Вот тогда Вы прочувствуете сначала Все на себе И у вас будет Жгучее желание А это все Передать вашим Девочкам из команды Чтобы они тоже Это почувствовали И вот когда ты смотришь На новичка Представляешь его Да Или любого из вашей команды Вот представьте сейчас Любую девочку из вашей команды Если у вас есть Желание Чтобы этот человек Начал зарабатывать Вы же все прекрасно знаете Что этому человеку Сейчас надо Да Кому-то срочно надо Квартиру снять хорошую У какой-то там Сыночек болеет Да Кому-то еще что-то надо Кому-то надо родителям помочь У всех есть нужда Раз они в вашей команде Ну Зачем тогда им надо быть здесь Да Пусть бы и жили Как жили И вот когда у вас Появляется желание Не заработать А помочь И когда деньги Это результат Вашего бизнеса А не цель Вот это самое Прекрасное Это самое Крутое Это самое Счастливое Вот эта работа Вам подходит Если деньги Это результат Вашей жизни Вашего отношения К людям Вот тогда Все начнет получаться Не меркантильные цели А цели Искренние Ты видишь человека Даже еще на этапе Рекрутинга Вот ты видишь ее фотографию У тебя есть желание Чтобы у нее что-то в жизни Изменилось В лучшую сторону Чтобы она пошла И маме своей Торт купила ее любимый А не по скидке Ну согласитесь Дальше Такое счастье Такая радость У меня вчера мама Ой девочки Она такая была Она так замерзла У меня мама еще пока Не научилась Вот так мыслить Что надо себе Все любимый Да Вот она Ехала с другого города Мы с ней должны были встретиться Она должна была передать Она у меня швея И она должна была передать Новогодний костюм Илюше В садик С другого города приехала И я ее позвала И я сказала Мам Зайди вот в ту-то кафешку Выбрала кафешку Очень классный Такой красивый У нас в городе Она прям Интерьер обалденный Такая посудка Вот это вот все И знаете Я ее сразу заказала Потому что я знаю Что мама сейчас встретит Мне только чай зеленый За 25 рублей Ну вы знаете да Я уже сейчас Через 5 минут Вот Так Вот И вы знаете Я ей все заказала Там Ну там он салатик И она садится И вот у нее Прям глаза слезятся Аня Это же так все дорого Я говорю Мама Все Пора пожинать плоды Ты вырастила дочь Хватит Я говорю Жизнь меняется Аня Ну это же всего лишь Только ты один раз Премию получила Понимаете А я-то знаю Что все дальше Все только начинается Я говорю Мам Все привыкай Мы будем с тобой Кушать в кафешках Мы будем Пить красиво Из красивых Кружечек чай Да Мы вот это вот все И вот У меня даже Ни одной мысли нет Что что-то может Не получиться Вот я смотрю на ремонт И я уже хочу Ремонт сделать На кухне Себе хочу Кухню мечты И у меня нет Так И у меня нет такой мысли Так Ну это только вот одна Один раз я премию получила Типа разовая такая акция Думаю Нет Все Жизнь начала меняться И я начала Прежде всего Это рассказывать Своей родне Девочки Одну секунду У меня бабуля Еще плохо Сейчас Сейчас прямо секунду Бабуля Иди ложись А я сюда приду Иди ложись Ложись иди Так Иди ложись Ага Хорошо А я вуанну У меня тут еще Ремонта не было Поэтому извините Девочки За внешний вид Напишите Меня хорошо слышно Простите За задний фон Девочки Пожалуйста Напишите А то у меня здесь Интернет плохой Все Я через 5 минут Уже заканчиваю Как раз сейчас Уже заканчивается Так Я пока почитаю Что вы мне пишете Кто-то плачет Ой девочки Как я плакала Пожалуйста Кто-нибудь Напишите Любой смайлик Что меня слышно Или хотя бы Вот эти сердечки Поставьте сбоку А то у меня здесь Связь плохо ловит в ванной Сейчас я вам еще скажу Одну вещь И все И час прошел Никто не пишет мне Наверное Мне плохо слышно А нет Сердечки вон идут Все Все Увидела Так И значится Вот И решите для себя Что жизнь меняется Девочки Ну я была вообще Другим человеком Когда пришла в компанию Я вообще Я знаете как У меня у Илюшки сандалики У мужа штаны А мне не хватит Ну и не надо И когда я у мужа Начинаю спрашивать Я говорю Жень Ну были такие да Разговоры Когда мне надо было там Куртку или еще что-то Да А он мне говорит Нет Ну нет так нет Вот так я жила Или там Подарки какие-то Никогда не дарил Да Ну ты же не просила Значит тебе не надо Короче Любим эфир The best Это прям вот Посмотрите кто не смотрел Эфир Любы Сухаревой Это вот про любовь к себе Я уже выкинула Два мешка Сами понимаете Чего из дома И начала Новую жизнь И мама сама Она даже мне говорит Что я очень сильно изменилась Потому что девочки Научилась любить себя И при рекрутинге Люди это чувствуют Любите у себя Или нет А иногда знаете Меня тоже рекрутируют Я специально спрашиваю Это Ари Флейн И такой хинею люди несут В ответ Знаете У меня один ребенок Вот И люди такой хинею несут Так хочется их научить И потом такая думаешь А зачем Я буду тратить На человека время Если мне это Не выгодно Вот Думайте всегда Выгодно вам или нет Не то что по деньгам А вообще по вашей Энергозатратности Выгодно вам там С этим новичком сейчас возиться Да Который вот в упор Все говорит Я не могу на 3 балла собрать заказ Мне ничего не надо Я не моюсь Я вообще грязный Хожу уже Третий год И тогда Что с ним еще говорить Он третий год ходит грязный А какой ему бизнес Он даже не поймет Что он у себя в магазине покупает А не у кого-то другого Поэтому девочки Сразу Так все Стоп Аня Мне это не выгодно Иду дальше Или пишет вам Непонятно Там родственник Не родственник Пишет вам там Какой-нибудь друг В кавычках Да Мне не выгодно Сейчас тратить Свою энергию Я лучше эту энергию Потрачу На что-то На для себя Или Кого-то Там Зарекрутирую сейчас И последняя девочка Что я вам хотела сказать Это про нашу команду Я вам уже сказала Что это самая лучшая команда Во всем проекте И у нас Начали Внедряться Зумы Девочки Это такая Крутецкая Круть Когда Причем Когда не все команды В Зуме А когда по три человека Например Спонсор Его новичок Вот он прям Недельку ищет Только в чате А мы уже хоба Зум Иногда бывает лень Вот прям знаете Значит надо накраситься В Зуме Ведь нет фильтров Иногда бывает такая лень Одолевает И Думаешь Так стоп Ну все таки Это работа Ну так вот Заведено в нашей С планете Что работа Она вся идет через труд Поэтому вот Зумы На 15-20 минут Вообще Девчонки Берите Берите пожалуйста И делайте Зумы Как можно больше Для ваших новичков Кстати Если хотите Можете задавать какие-то вопросы Или что-то интересное Я сейчас На них отвечу Я просто очень Извиняюсь Что я опоздала Вот на 15 минут Ну слава богу Илюшка спит Так что Сон Это лекарство Вот мне бы тоже Не помешало Поспать Вот Еще девочки Кроме Зумов У нас Есть продукт дня В чате Обязательная рубрика Где мы делимся Продуктами дня Например Начинается каталог Мы сразу делаем Расписание Кто в какой день Рассказывает Про любой продукт Что у тебя есть дома Вот например Хоба У меня есть Вот эта вот Незаменимая вещь Да Сейчас врач приходила Она обрабатывала ему руки Реклама Я ей кстати каталог дала Вот И значит Она Про этот продукт Рассказывает Просто Снимаю минутное видео От себя Девочки смотрите Какая крутая вещь И мы эти видео Потом рассылаем В наши клиентские чаты В наши продуктовые Бьюти чаты И знаете Какая классная отдача Я один раз Ради прикола Решила Про сыворотку Вот эту снять Хайр Икс У нас 10 продаж Сыворотки было Она по моему То ли 9 баллов Бородном делала Что такое Прям зашла Я У меня всегда Есть дома Что показать Поэтому Вот этот продукт дня Всегда у нас есть Делегирование Девочки Не тащите все на себе Любите себя И всегда думайте Так мне не выгодно Сейчас тащить Это все на себе Все таки На первом месте Ложно встать рекрутинг Если вы день Весь день занимаетесь Работой команды Если вы весь день Занимаетесь Обзором продукции Просмотром вебинаров Но в день Вы не порекрутировали Извините Но у вас не получится Ничего Ну как вы Без новых партнеров будете Ну как Ну никак Кстати Чат-энтреха Тоже рекрутинг считается Если вы лидер И у вас Только чата на троих А своего рекрутинга Как такового нет Но у вас их Миллион в день То это тоже считается Рекрутинг Это он и есть Так что не переживайте И самое главное Себя не гнобите И постоянно себя Хвалите Какая сегодня молодец Да я немножко Чуть-чуть Дала слабину Но зато завтра Я отработаю Мы же все люди У нас у всех Может болеть голова Живот Мы не железные Вот И последнее Это должности У нас есть в чате Мы сами все это Распределили С девчонками Созвонились Одна девочка У нас поздравляет Сюда с днем рождения Вторая девочка Все время скидывает Вебинары Третья девочка Делает мотивашку С утра Какую-нибудь Картинку мотивационную Танечка Амирханова Тоже мой ключевой партнер Она уже есть В чате ключевых Вообще Вот такая вот девчонка Пришла На учитель начальных классов Мы с ней очень похожи И вот она отвечает За атмосферу В нашем чате Например Кто-нибудь пригрустнул Там да Чат затих И тут появляется Таня Какой-нибудь кружочек снимает И нас всех бодрит Вот И Ну у нас много таких должностей Кто-то за анонсы отвечает Да Кто-то за Вот эти слайды Поздравительные На планерке В общем Знаете, почему это все я сделала? Потому что я поняла, что я только в чате и сижу Вот если вы лидер И у вас есть свой командный чат Если вы там проводите все свое время И даже не успеваете рекрутировать И все такая уставшая к концу дня То срочно надо что-то менять И знаете, как девочкам нравится Вот у всех маленькая должность И все прекрасно их выполняют И такая А что, так можно было? Я, кстати, вот этому училась всегда у Тони Яшины Вы знаете, я весь день не разговаривала А сейчас Я говорю уже целый час Я уже даже забыла, что у меня горло болит Девочки, эфир, конечно, я очень постараюсь сохранить Про премию Я получила премию в 100 тысяч рублей За звание За закрытое звание директора Вот Да А еще я хотела рассказать девочке То, что на премию я вот купила себе посудомойку Но для некоторых это вот, ну, как такие мелочи Особенно у кого есть посудомойки Но мы настолько плохо жили Что посудомойка это была моя мечта Наверное, лет с 10 Ну, все время Кому? Я старшая семья, нас трое детей Кто моет посуду? Аня Вот И я просто поняла, что Я могу это сделать, заработать Это меня мотивировало И, знаете, я в это не верила Вот мне ее уже привезли Я в нее не верила В эту посудомойку А потом, знаете, девочки Я такая Зум провожу Очередной с девочкой из нашей команды Такая провела зум Прихожу на кухню А я помню, что у меня там осталась Целая гора посудок Как обычно Вот Приготовишь гора Поешь гора Вот это бесконечное Ненавижу я это делать Я прихожу И у меня, вы знаете, так вот Тихо, так монотонно Работает машинка Муж загрузил все Сам Пока я работала И включил ее Я прихожу И у меня на кухне чистенько И вот она, понимаете, монотонно Вот так работает Старается Такая вся тепленькая Я как разрыдалась Ну, мне муж, как обычно Он так показал Придурочная какая-то Девочки, я так разрыдалась Я думаю, пока я Сейчас Проводила зум Пока я помогала Ключевое слово Не зарабатывала Пока я помогала Человеку Там Мы делали план ей Кстати, планирование Это очень важно Всегда делайте план Сейчас покажу Как я делаю Я У меня машиночка Такая хорошенькая И стирает мою посуду Всю грязную Представляете Это такое счастье Девчонки Вот вы не представляете Я рыдала Время 11 ночи Я сижу, рыдаю От счастья И вот тогда Особенно Вот на этом моменте Как меня могут Испугать Какие-то отказы Это бред И смотрите Вот такой я делаю План всем девочкам Просто обычный план Так, не видно, наверное Девчонки Ну просто разлиновываю Да и все И пишу На 10 каталогов вперед Сколько примерно Прирост надо сделать У меня есть, конечно Еще Excel Есть какая-то табличка Где там активность Надо 70% Рекрутирование 15% Но новичкам сложновато Это пока Если человек новичок То я ему Все расписываю Более В понятном виде Просто Сколько тебе конкретно В каждом каталоге Надо сделать И не смотреть Да Ой, мне в июне Надо 7500 У меня такое раньше было Ой, я на следующий каталог Не собрала Еще 150 А я еще в этом не собрала Вот у меня было такое Как чувствуете Вот что у вас Такое настроение Знаете Что это вас изнутри Сжирает Я Хотите честно скажу У меня на первый каталог Одни духи Пока А в прошлом каталоге У меня на этот 17 каталог Было ноль В день открытия каталога Я собрала за один 150 баллов И оформила их И там уже 250 И уже на новичков Поформляла По эту посуду собрать Маме хочу Гейзерную кофеварку Но мне очень любят И сковородку себе И поэтому Думайте про этот каталог Не смотрите его далеко Вот у вас есть четко Три недели Вот за эти три недели Сколько у вас там прироста? 300 баллов И сделай ты эти 300 баллов Ну это так образно 500-600 тысяч Сколько надо новичков? Среди ночи разбуди Сколько надо тебе новичков? 10 человек по 100 баллов Все Ложись дальше спать Ты и твоя команда И вот здесь Я новичку рассказываю Как важно Познакомься со своей командой Из бизнес-приложений Почитай Что вообще там за люди-то? Познакомься с ними Они тебе товарооборот делают Там же все есть Пусть их я пригласила И что? Я всегда девочек учу Девочки Конец каталога наступает постепенно Да? Вот Наступает Вот И Конец каталога Да? И вот новичок Не я За него Да? Ой, моя хорошая Тебе надо на 6% выйти Тебе там 25 баллов не хватает Вот это не работает Это не надо делать Если он хочет Он сам вам напишет И скажет Ань Мне надо делать 25 баллов Вот так ключевые партнеры И начинают появляться Не делайте вы ничего За человека Помогайте ему Если спросят Но сами вот так вот Постоянно первые писать Слушай, ты вот тут стартовый Не допрошла А вот тут вот это А давай вот это Это делает людей слабее Вот А люди тем, кому надо Кто лидер Уже Или лидером становится Я не была лидером Когда пришла Я им стала Вот кто им уже становится Тем Я говорю так 25 баллов не хватает А ты знаешь, кто под тобой В структуре? Нет Открывай бизнес-приложение Знакомься Прямо пофамильно Знай тех людей Которые под тобой 6 человек Пусть будет 6 человек Пиши мне И говори Аня, смотри Вот такая девочка Там Такая-то, такая-то Да? Я ее не приглашала Ты ее привела Поговори с ней, пожалуйста Че она там сидит Не добивает свой заказ Или там Че она в прошлом каталоге Что-то зарегистрировала И где этот новичок И вот тогда С удовольствием Я помогаю Им Это делать Все, девочки Я заканчиваю эфир Всем большое спасибо Мне тут пишет Мне тут пишет уже Что хватит А не разговаривать И мои девчонки Ключевые Что говорят Надо работать Уже идти Согласна Ну, чуть-чуть больше Чем на час получилось Так, ну все Вопросов я вроде Не вижу никаких Вот И, девочки Очень рада всем Что вы были со мной Пожалуйста Если какие-то вопросы Еще у вас остались В личку Только не пишите Пишите именно в чат Ладно? И что я там Обещала скинуть Я тоже вам скину Все, девочки Спасибо всем большое За эфир Сейчас я попробую Его сохранить Всех целую Всем пока-пока Спасибо, что были Вместе со мной Так